Всем здрасте! Рад приветствовать на другой жизни. Вот мы и добрались, дождались и добрались до любимых мест. Так как леса сейчас непроходимые, сами знаете, началась уборочная. Ну и поубирали все наши чудесные поля, на которых встречается Дамангол. Сегодня цель какая? Мы совершенно неожиданно обнаружили, что поле вспаханное. Покажите, пожалуйста. Вспаханное оно, ну как, не глубоко, скажем так. Это и не барана, но и не глубокая вспашка. Сейчас мы по ней пройдемся до так называемого Аниного хуторка, как мы его называем, до монгольского поселения. Мы здесь находили крест 11-13 век. По траве, по-моему, насколько я помню. Нет, перепашка была, барана была перед посевкой весенняя. Короче говоря, у нас два дня. За два дня у нас цели походить по этому полю. Потом следующее поле у нас 15-й век. Но это я расскажу позже. Вот. Сегодня пойдем здесь походим. Сейчас посмотрим, что из этого получится. Был такое, что мы ничего с него не поднимали вообще. Вот сколько ходили, вообще тишина была. А было, что и поднимали. Даже серебро поднимал, по-моему, крест. Крест серебряный. Да. Короче, цель дойти до хуторка, до угла, до туда. Ну, я покажу потом, когда еще пойдем. Ну, и вернуться обратно. Время сегодня уже пол шестого вечера. Жара спадает. Конечно, уже не 35, но 20, сколько ехали? 23. Ну, терпимо. Пойдемте. Вперед. Так, вот она наша холмина. Распашечка. Здесь с низиной проходила дорога. Судя по картам, ну и... На мельницу. Да, на мельницу шла там река. Ну, вот. У нас находка вот такая замечательная ручечка. Не знаю, чего. Ну, прикольная, да? Маленькая. Хотим дойти вот сейчас до края самого хуторка и полазить вот вокруг. Там, конечно, мусора тракторного дохренища, но может что-то и стрельнет. Слезли с поля. Естественно, не могли мы не заглянуть на наш хуторок любимый. Ну, поздороваться. Да, поздороваться с предками. Здесь вот все это было. Вот, пятак вот этот. Ну, здесь я стояла. Ну, тут охотники оставили свое наследство. Да, там вот пакет висит, потом мы заберем его. Попозже приедем, когда машина сюда сможет заезжать. Пухали, походу. Бутылку разбили, вот что хреново. Соберем. Вот. Ну, естественно, прошли, сейчас здесь помахали, но тут вообще нет сигналов. Мы их высосали все. Все, что можно было, мы высосали. Все, что да, все, что возможно. Сейчас идем обратно наискосок. Все-таки тяжеловато. По пашне посвежее. Она рыхлая, очень проваливаешься. Да и находок меньше. Вот. И переедем на следующее место. То есть у нас задача проверить сейчас несколько полянок таких интересных. Ну, как я и говорил. Ну, что, инспекция продолжается. Переместились на другую полянку. Я вас расскажу. Какая ее, блин? Ну, монетку, да, Люба, нашла убитую. Какая? Ну, это неинтересно. Вот здесь, на этом ряду, именно вот на этом ряду, находили очень много 15 века. Таких подвесочек и прочего. По всем предположениям, там внизу, такой пятак, сейчас его не видно. Не там внизу, вот здесь вот. Нет, здесь где-то. Где береза, вот прямо напротив нее. Короче, здесь старая церковь была деревянная. Как раз где-то вот веке в 15-м. И очень много маленьких детских крестов было здесь найдено. Сейчас здесь проинспектируем. Здесь стерня. Интересно, что здесь попадется. Короче, спускаемся вниз. Здесь больше черных сигналов, чем наверху. Здесь сейчас нашли, к сожалению, сломанный, какие-то келевик. Старый достаточно, 15-й, 16-й, наверное. Видите, не хватает низа. И пуговицы, так называемые, как запонки они были. Сейчас покажу. Ну, может там вверх рубашки застегилась. Наверху, да. Наверху рубашки. Сейчас покажу. Приближу. Приближу. Сейчас, 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 сейчас. Стемнеть на чего. Вот такая. Ой, убежала. Вот такая штучка. Вот она. Две петельки вот здесь застегивала. Красивая. С крестиком, с таким. Вот. Так. Что я могу сказать? Сейчас донизу пойдем. Здесь походим. Блин, что с фокусом-то? Темнеет. Ну, как темнеет? Уже темно. Почти. Ну, пап, время тоже. Ну, да. Вот. Почитайте, я не лазим. Спустились вниз. Здесь песок. Вот такой прям. Вот я помню еще такое пятно песочное. Я еще думал, может, навозное какую-нибудь яму засыпали. Нет. В песке выпрыгнула чешуйка. К сожалению, убитая. Кто не знает, чешуя – это серебряная монета. Допетровская. Допетровская. Допетровская реформа. Ну, при Петре тоже они были. Ну, что-то, видите, проглядывается. Но потом посмотрим, распрямим. Если что-то интересное, тогда расскажем. Ну, пока обычная чешуечка. Значит, здесь покружимся по песочку по этому. В принципе, почему бы и нет. Здесь иметь, если попадется, будет в сохране. Маленькая. Поймали мышь. Сейчас отпустим. Ржачная. Пил. Все. Забежал. Все. Забежал. Вот куда живут они тут. Как бы. Ржачная. Толстая. Очень не дворец. Сколько тут зерна-то? Да, хватает. Так, пока тишина. Нашли интересную, кстати, пимпочку. Давай, покажи-ка. Пока я включился. Думаем, гадаем, от чего это. Кто, может быть, встречал. Она металлическая. Ну, естественно. Смотрите. Это крышечка от чего-то. Колпачочек такой своего рода закручивающийся. Пимпочка и как будто корона. Ну, не корона это. Ну, что-то а-ля. С резьбой она, походу, делала оловянная, что ли. Ну, или оловянистый сплав. Не знаю, но она в покислах. И очень тяжелая. Может быть, мы предположили какая-то церковная ута. Ну, как бы, какие-то жидкости церковные в бутылочках же были. Может быть, свинцовых еще в каких-то. И закручивались вот такими фигурками. Не знаю, мы в интернетах поищем, естественно. Но это вот первые мысли у нас. Ну, у нее резьба. Резьба. Не знаю, просто не встречали такую пока. Никогда. И она в окислых такая. То есть она давно была. Ну, нет, это старая, конечно. Это не советская. Вот здесь вот все это происходило. Мы облачились в маске, потому что нас начали пытаться унести в гнездо. К себе и съесть. В гнездо. В гнездо. В основном. Комарья нет, мошка мелкая. Нас хотят забрать в гнездо. В гнездо и там сожрать. Вот, дорогие друзья, прилетела туча и нас выгнало. На улице дождь. Ну, уже и темень, конечно, вдобавок и дождь. Короче, пока туча пролетала и влупил дождик, нашли еще одну чешуйку. Читать надо под микроскопом. Нашли чешуйку еще одну. Ну, завтра продолжим. Сегодня-то у нас вечерний выход. Так. М вижу. Михаил, все точно. Наверное. Вон она. Видно, не видно. Жалко, крест не целый. Крест, к сожалению. Ой, Господи, что ж ты такая... Пожеванная. Сложно определить, ребят. Она, к сожалению, затертая при жизни. Ну, в ходу-то они были, все. Вон серебро затиралось. За щекой носили. Знаете, не знаете? Откуда? От слюня ведь. От слюня ведь деньги. Откуда? Деньгу. Чешуя, она очень маленькая. Чтобы ее не потерять, зачастую носили арту за щекой. А то можно прочитать, чья она. Положили. Какой вот дом это... Ну, там М, по-моему, буква. Нет, там я под лошадью имею в виду. Я протяжно верю. Ладно. Ну, знаю. Короче, оттуда и пошло. От слюня ведь деньги. Ну, это опять же, как гласит. Вроде бы как. Народная молва. Ну, не вроде бы, да. Так же, как рубль, да? Ну, как бы рубили. Копейки от того, что... Копьеносец. Копьеносец на ней. Копейки. Копьеносец. Копьеносец. Ладно. Переходим в следующий день. С добрым утром. Всю ночь шел дождь. Встал в четыре. Что, приехали? Ну, мокрые, естественно. Встал в четыре часа. Вышел на улицу. Поливает. Ну, думаю, ну, облом. Посмотрели программки. Ну, в этих телефонах. Пишут, что на весь день зарядил. Думаю, ну, ладно. В пять вышел. Смотрю, вроде ничего. Ну, капало еще. Думаю, поехали. Доехали еще до одного места. До вчерашнего вечернего не доехали. Оно подальше. Ну, ладно. Сейчас за моей спиной поле тоже. У них было очень много до Монгола поднятой нами и камрадами. Здесь, в принципе, место-то известно достаточно. Вот. Скосились. Стерня высокая. Полазим. Инспекция все-таки. Посмотрим, что здесь было. Здесь и гусиные лапки попадали. Здесь такие интересные вещи. Кресты всякие, подвесочки замечательные. В оврагах вон там, передо мной, которые за вашей спиной. Тоже интересные вещи были. Попробуем, посмотрим. И вечером, может быть, куда-нибудь еще сунемся. Два дня вот кусками. Днем будут дела, а утром и вечером красота. Утром и вечером будет красота. Птицы поют, летают птиц очень много. Пойдемте. Птиц тоже хорошие. Птицы поют. Отвесочая очарований. А это как раз его устnaj обеспечивали, как раз. Что сделал, в детствеapper или дамках? Внушечни-ю too завтра calamит-ю嘛. чтобы понимали чернины здесь дофига потому что здесь стояли дома и здесь было больше всего я так понимаю вот такая интересная чернина кованый штырь с ухом в ухе дырка вот какая-то вот не знаю какой-то конечно век такие интересные железки они звенят очень интересно в приборах колониной зачастую их смотришь забираем сегодня снимаем 6 штатива и без штатива где-то час мы выхаживаем цветных сигналов практически не было поле такое она в принципе достаточно сильно битая ну как бита если здесь есть находки то они здесь будут еще 20 лет но их просто не будет так что вот каждый сигнал конечно тут как в лесу поселуху находишь там другой калинкор совсем тоже там никого не было мусора там советского тоже не было если там цветной сигнал то 99 и 9 что это что-то интересного находили вот здесь даже по бароне нужно примут его званивать то есть сигнал здесь очень много камней то есть вот так вот все обходишь каждый зачастую каждый черный сигналчик разваливаешь вот я сейчас раззвонил сейчас покажу смотрите и радость и печаль сожалению он сломанный крест достаточно старый сейчас попробуем найти фотку в каталогах где-нибудь прикрепить но очень необычные таких честно говоря не находил никогда был бы целый был бы вообще бомба но нет все оставляем мало ли что где-то под реставрацию может быть кому-то кто этим занимается реставрацию все замечательная находка конечно пройти таких вещей и лазишь и очень старые кто не понимает о чем речь то где-то 11 13 века вот так ну края ты ну вряд ли 14 может быть конечно но вряд ли лосиные мухи ладно продолжаем поиск решили вот на ту горку переехать отсюда здесь что-то тишина вот там сейчас еще две находки нашли сейчас покажу у меня камера просто здесь стояла на штативе шили машину поближе подогнать во первых у нас здесь все не без рюкзака ходим вода там все вот это дело вот ну и заодно потом проще будет собираться вот камеру загнал за забрался ждать и уедем сейчас покажу очень атака короче колечко конская вероятнее всего ну и может быть какая-то украшалочка . кольцо и сейчас покажу интересную вещь которую мы принципе никогда не находили тоже такие штуки выпадают хоть в музей ставь музей собираем понемножку но это все не быстро так сейчас куда-нибудь вот сюда загоню и как-нибудь вот так и покажу вам замечательную вещь помните помните ножички были но это которые элементы извиняюсь чтобы не мусорить элементы запутки всяких древних поселений маленькие такие кованые ножички ну в предыдущих видео кто смотрит канал наверняка помнит много много быть нашу сейчас ссылку может быть прикреплюсь найду видео код нашли мы я так понимают и есть маленькая они сами ножички небольшая то есть маленькая горда от этого на рассмотрите какая маленькая обычно горда ножа делается из цветнины часто даже современные ножи латунь этот как его пельхиор нельзя бер и всякое такое о это рядыш пуговицы от порток вот это коненко или не коненко не знаю короче кольцо какой-то решили вот здесь сейчас по склону походить прошлом по моему году или позапрошли в прошлом где-то находили гусины гусиные лапки элемент подвески финно-угорской вот такие дела здесь овраг за оврагом тоже были на монгольские находки вы понимали то ли тоже там дом стоял только была какая-то крупная дорога но на фиг знает очень большая уходила но там очень большое скопление находок было о лосинка прилетела сосучки лосина или как они как-то смешно они называются продолжаем гулять еще утро пока морить народ сейчас спустились вниз туда вот какая была что там уклон что-то туда могло стащить камера на машине лежала не потащил стащик короче тавтология полная есть внизу находки вот такая штука к сожалению опять не целая это так называемые помните ложные витые кольца у нас на канале мы по но вот на последнем послухе много их нашли а это ложный витой браслетик смыл кстати говоря обратите внимание какого размера ручка вот если продлить ее да то есть она ну как бы маленькая рука очень было вообще зачет жаль не целый но даже не целый прям идет в коллекцию ментально просто без разговора туда вот сходили сейчас там опять солнце вылезло тетя люк что-то раззвонила рядом с машиной в основном каш мусор лезет на монгол тяжело узванивать давайте посмотрим что она там копает очень много всякой хрени маленьких гвоздиков кованых которые тоже проверяешь глубокое железо глубокое железо камни что камни камни здесь море камни здесь вообще дофига раз покажем хочу показывать это железка железка покажу вон ты пандаж цепанул или камни у тебя там а здесь очень плотный грунт и песок с камнями он сочи верещит железо да да нет в том-то и дело что он цветным так кольца железный убьет ну да 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 глубоко не очень сейчас я возьму большую лопату на ты шутку снимай ну речь прикола онлайн по железо железо в таких местах тоже бывает интересно ну может быть оно достаточно глубокое вон тот кто стенки в дальний что растет сруй может наковечник может еще чего-нибудь ты куда снимаешься хоть ой еще глубже железо на интерес теперь хотя этот браслет вместе с железкой лежу ну да у меня сигнал был странный он и чернил и цветел а вот он чего и там в одной ямке было и железо и браслет да грунт здесь каш мрак что-то с такой жару уху-ху-ху он счет где вывалялась вон туда вот он железка посмотрим что хочет железка ближе к и хрена железка прожили кусок с каким тканчиком это эти тракторина железный берем вот так вот перевернули значит так вот и так бывает ямку закапываем несмотря на то что здесь будут пахать пахать будут здесь ходят лосики кабанчики и прочая крупная живность руку если никто не сломает ну что народ резко закончился тот самый день для вас это молниеносно мы целую неделю уже ждали а закончился и он не очень благополучно для меня в частности существуют чудесные насекомые вот здесь сейчас будет картиночка олени кровососки они же лосиные вши многие считают что они не кусают они кусают просто они впрыскивают какой-то фермент который безболезнен чаще всего у многих моих знакомых и друзей укусы этих самых как бы лосиных вшей кровососок то есть ну . и . как комар укусил у меня все по-другому как всегда только я снял последний сюжет вот в этом видео но вот перед этим перед этой вставкой и получил в горло вот сюда в кадык сразу я не заметил через двадцать мы же ходили в сетках застегнутые минут через двадцать я хочу я в первую очередь начинает на глаза это все действует то есть у меня как будто песок вот как сварка обжег грубо говоря то есть начал драть глаза на следующее утро я был как китайцы и со свинкой еще вдавал еще шею раздуло неделю но у меня до сих пор мешки под глазами неделю отлеживались отлеживался да стартанули в деревню здесь дела естественно надо же ехать добивать польта пока еще там ничего не произошло еще я не уверен что не произошло а времени вот вечер 8 часов вечера чтобы вы понимали одел с длинными рукавами сейчас запечатаюсь в сетку опять же время 8 часов вечера взяли фонари и завтра рано утром с 4 до рассвета у нас все время и валим обратно то есть вот поэтому видео продолжается сейчас доедем покажу что с полями главное чтобы за них с ними ничего за неделю не произошло не могли в грубую вспахать вот это будет тогда песня погнали ну чего запаковались не успели выйти из машины и сразу облепили паразитки так что время у нас немного продолжаем продолжать мы находки собирать так мы снимаем оперативно потому что нас атакует люба нашла ну собственно зачем мы сюда и приехали крестик маленький малюсенький телевик телевичок сохранился он потом ух ты какой положим на белый покажу мать какой малюсенький клевый крестик обалдеть мы такого не еще микроскопический здесь очень много маленьких крестов мы находили маленького без огона и поломанных маленьких крестиков из церковь была может быть крестили или просто ходили с детьми грубо говоря на на службы да и на всякой теряли блин выкопала яму ну правильно она снизу искала железо а он лежал сверху это хрень хорошо разделяет пусть у нас прямо не атакует если бы мы не в сетках были а мыши опять бега да мышь пусть бегу да здесь кстати горюса мышковал хорошо а где вот это да фокус теряется ну ладно продолжаем еще немножечко походим чё друзья стемнело совсем попробую у камера светлит темно вообще совсем у юбки кусочек крестика сейчас я попробую с фонарями же копаем подожди недорогие под это под камеру не подставляли свет короче чешуйка михаил федорович потом в конце покажем легенда читается если темноте кэш плохо с фонарем видно вот вызвали в стерне ночью фу-фу-фу блин интересно ночью копать кто не пробовал попробуйте прям вот настоятельно рекомендую слух обостряется тогда лысая просто так друзья вот следующий наш сигнал про он из земли блин тяжело снимать фонарями затертая лысая доставай но очень забавно может с другой стороны это совсем совсем не шебурши рукой сложно наводится покажу ну проглядывает силуэт коня но это просто вот в дребезги не таких грамм 40 уже на больше ты чё там пол кладухи этой чешуйной зализаны лежит не ты чё она нормально ну там не все вот и утро наступило вчера на одежде с собой притащили лосиных в шее домой в темноте уже дома их отлавливали по комнате они скакали паразиты такие вот мерзкие но очаровательные насекомые не конечно гаденькие но смешные осталось нам несколько часов в этом видео застегнулись прямо в машине от греха подальше но пока нету время пол пятого пока я не видел пытаемся отследить промежуток когда они но ночью вряд ли не летают то есть когда они начинают с как с которого часто что вот перед тем как меня укусили где-то наверное часов 8 утра все это когда солнце вылезло произошло дырочку заклеил из дырка молнии сходится приходится защищаться как можем пойдемте погуляем посмотрим что нам на этот раз получится найти он друзья приборы стоят подошли к машине потому что наконец-то нам повезло у нас камера просто на штативе стояла ходим без всего облегченные журавли кричат где-то вот 10 за кустами короче говоря повезло не отвлекаемся об и вот это зачете маленький но нам на маленький в этот раз ведь и везет ставить какой крестечек просто чума год сейчас напишу надо посмотреть по каталогам примерно тот одиннадцатого да там вплоть наверно до пятнадцатого веков вот был бы был был бы ну наверно где-то в районе 13 мы посмотрим по тупо каталогам сейчас подпишем видео ну вообще красавчик вот этот зачет не зря мучились не зря кусались вообще не такая красота пусть и журавли кричат все вижу сниму короче гора видели сделали мы один проход туда-сюда пошли следующий чуть повыше ну и следующий зачетик следующий следующий тавтология я сниму зачетик вообще отлично сломанное ушко это привеска в форме лапки гусиной утиной он они там даже видно да подожди еще больше тазоморфные подвески были так называемые финно-угорского типа вот эти штучки висели снизу форме лапок здесь уже находили в прошлом году везде тот повыше это вот там одну только то было зелененькое а это чисто лавянистая бронза такая обалдеть вот ходить нужно очень медленно очень прям взваниваться сигналы плохие вот этих вещей они звенят фольгой черня то есть кто копает тот знает кто хочет попробовать имейте ввиду сигнал плохие также как и глубокая чешуя как вот она все хрен пойми чем звенит идем пока солнце сейчас все не закроет будем ходить потому что уже тогда будет жарко вот так вот туда-сюда туда-сюда об силуха была вот здесь на горе сделали еще пару проходиков на горку поднялись я при по диагонали сюда вот спустились все солнышко вылезло уже жарит капитально мы же еще все в черном люди в черном повезину в сапогах сейчас покажу что еще нашли образок к сожалению съеденный это интересная какая-то штука пресла замочек две пуге гирьки пуге гирьки старенький да в обломчик красивый отчета было чего неизвестно так на это убирай сдаем все мы понемножку закругляемся и обзор этого видео снимем уже скорее всего из дома потому что у нас по и находок там половину здесь вот грубо говоря то что относится к этому коп прекрасный но опасный вот такое вот видео у нас находки зачетны зачетны ладно не переключайте сейчас обзорчик будет ну вот собственно и чётик находки которые были в основные без всяких там проволочек фиголочки в зачет и естественно уходит вот этот крестик вот этот крестик лапка гусиная вот этот тоже пойдет либо на восстановление или прям на витрину повесим но чешуйки понятно пуговки жаль сломанный браслет был бы целый было бы круче ложной витой по подвеске отдельные мысли у меня появляются сейчас я приклею фотографию очень похоже на то что это подвеска скандинавского типа что-то типа мы очень долго рассматривали попробую приблизить здесь ничего не понятно но если долго вглядываться всматриваться грубо говоря то очень напоминает ну и быть там она могла потому что мы когда-то находили кресала скандинавского типа там же не не подалеку вот такой результате на этом всем спасибо что с нами ходили будьте аккуратней в лесах и полях особенно со своим здоровьем потому что у нас тоже встречается интересные насекомые всем спасибо огромное и пока